начинаем 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 только начало передо мной идет женщина она быстро ходит всегда ходит и часто вижу когда прихожу когда иду мимо этого канала всегда находит у нас плюс минус с ней одно время так понимаю постарше меня возрастом маленькая такая компактненькая такая но быстро всегда хочет сейчас посмотрим она только ходит быстро куда пошла на пробежку конечно не на проходку аккуратно бегу потому что здесь плиты 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 поднос нужно смотреть меня такая быстро сейчас ходьба не трусца нет ходьба ну все теперь телефончик прячу и быстрее буду идти упражнение выполнила а сейчас покажу вам какие красивые цветы озеро тундочки какие пышные 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 просто шапки да розочки красивые костики розово-белые цветочки мои хорошие я как всегда у марте на на днях мне прислали интересное видео люди посчитали мне будет интересно точно угадали интересно кулинарный канал и чек готовит баклажан приблизительно беточек из баклажана думаю моё моё вот нету этих заливок нету этих сыром вот этой сметаны нету сливок нету боже как это надоело тут натур продукт баклажан яйцо наши продукты да золотой эталон диеты яйцо и баклажан тем более запеченные даже ну немножко там схватиться на сковородке это чепуха думаю так моё приготовлю приготовлю покажу людям тем более у меня домашние синенькие да ну сейчас вместе с вами посмотрим я никого не удивлю может быть кто-то готовил уже люди пишите вкусно или нет я приготовлю вот я никому не верю я должна сама попробовать я скажу стоит готовить или нет мне почему-то кажется что да мне почему-то кажется будет интересно просто готовиться несложно сейчас посмотрим давайте все таки для начала посмеемся я говорю громко потому что у меня микрофончик а здесь нету я громко и потом жалюзи еще не затянуты более-менее светок значит так рассказываю колюсь конкретно о себе о себе да кстати мне очень часто пишут таня театральный за вами плачет а я как плачу я рыдаю я рыдаю за театральным так вот о себе все знают я дружу с весами правда все для меня это очень легко очень интересно так вот на коверчик прыг ага нормальный кихот правильно себя ведешь отлично можешь позволить себе то-то-то все взвешивайтесь вы будете знать какой продукт дает привязь ага семьдесят девять шестьсот вчера семьдесят восемь девятьсот шо ты таня ела слывки игрушки яблочко точно цевоно да все ждут ожидают лето будем худеть ой скоро лето фрукты овощи будем худеть до сейчас же до сейчас же вот так мы похудели летом зимой легче худеть это закон нету нету вот этих соблазнителей таких да перед носом нету тут идешь по улице не успеешь посмотреть на право налево вот эти раскладки да о яркое такое красиво эти арбузы эти дымки да эти яблочки слава победитель мое любимое яблочко какие-то сливки о боже мой ну то есть очень много провокаторов сейчас но я вижу крепкий я же вы что тем более я занимаюсь я я двигаюсь даже если что-то съем то я могу себе позволить съесть потому что я подвижная не просто так я прошла 15 тысяч шагу выходи дальше можешь и двадцать пять еще пройти мне достаточно пять километров в теме так но я сегодня не о движении нет о провокаторах я сегодня о сладостях о гамна продуктах конкретно значит я не взвешиваю два дня ну вес у меня нормально все семьдесят девять это максимум да хорошо эти дни у меня были фрукты сразу говорю да и яблочки и слыки желтенькие игрушки такие смачные сочные сочные буквально как дынька да ну старалась они переедать не пережирать но дневная норма углевода чтобы не толстеть 50 грамм это два яблока средних 200 грамм я ела сливки игрушки яблочко даже по два два яблочка две игрушки они манюсеньким они такие какие-то сливки желтенькие до 5 сливок то есть там будет уже не 200 грамм уже больше будет потом что-то еще да как углевод будет он будет ведь не только углеводы фруктоза мы считаем 50 грамм еще что-то в течение дня есть так хорошо это мы едим два дня я не взвешивалась то есть я была занята бегала катила и подвижность зараза двигали же да иду я значит вчера из парикмахерской педикюры маникюры плане да вся доча габана подхожу к ларёчку где продают кондитерку моя знакомая продавец общается с кем-то и я слышу так халва так свежая я теки вижу все вижу дивися длисиком на свежа женщина берет халву и я тут думаю халва какая прелесть думаю вот зараза надо было мне подойти в этот момент а я воля самый маленький кусочек таня вона рассыпается усе 200 грамм будет так ну давай 200 грамм здесь будет приблизительно 200 грамм приблизительно 200 грамм давай 200 грамм халвы не дает мне 200 грамм халвы все иду домой прихожу домой поела а я когда шла делать маникюры педикюры я приготовила себе еду я приготовила оладушки с яблочком со трубями я знала что я приду попозже и чтобы не было такого мне срочно перекус я буду готовить я хочу есть у меня все будет только бери и ешь таня все то есть я пришла домой поела вот эти свои блинчики с яблочками да с йогуртом турецким да очень вкусно дуже смачно проходит какой-то час потому что мне сразу не нравится пить не кофе не чай проходит какой-то час час и это о кофе кофе пути за мной вот здесь стоят мои чашечки я люблю меня чашки вообще людям не столько чашек маленьких кофейных 70 100 грамм разных я пользуюсь всеми чашечками мой совет пользуйтесь посудой не сохраняйте потому что все чашки потом все выброситься она никому не нужно нашим детям это это не нужно вот эта классика моей кати не нужно вот эти блюдечко чашечки не нужно то есть я лезу сюда беру чашечку для кофе заваривать а я сюда было спрятала халву ну понятное дело я беру халву отрезал кусочек 20 грамм где-то и кулек передо мной лежишь какие 20 грамм но я съела сразу рассказываю грамм сто я съела упорола этой халвы аж до извините за выражение дорыгачки вон вот эти солодки она такая сладкая то халва магазина кто-то скажет а чё ты уперла сто грамм а как остановиться это сахар это сахар нельзя остановиться что они туда понакидывают в эту халву я делаю халву сама у меня полилистесь видео халва кунжут и семечки люди как же вкусно вы берете два кусочка вы больше не съедите настолько сытно настолько качественно вы чувствуете вот эти нутриенты полезные а тут хлам и когда я ем эту халву я чувствую этот гавнопродукт я чувствую этот хлам а как остановиться невозможно невозможно 100 грамм упорола все съела ой боже то не про кожу воду пью воду пью думаю дурко что-то нажралась этой халвы запиваю водичкой рассказывает газированную же пила воду и шиповник пила мне уже дурно от этой халвы как они едят эту халву что вы думаете проходит каких-то два часа мне уже полегчало тошнот нету я завариваю кофе опять беру очередную чашечку лезу сюда а я возьму сейчас вот эту вот с этим цветочком у халва осталось же халва половинка же еще осталось халвы от зараза а ну возьми шоколад 74 процента в холодильнике а не не халву беру вы поняли халву сахар конкретный сахар там же и крахмал и сахар и какие-то жиры туда и что-то понасыпают но нельзя отстать от этой заразы вот нужно чтобы дома просто не было не покупать я и вообще сто лет не покупала беру эту халву люди села до крошки дожрала вот так буду про себя до крошки до заводила даже вторую чашечку кофе но не маленькие чашки на и сама себе он зараза ты но таня ну таня завтра ты станешь на ковер ну ладно таня ну потом попозже у меня еще сливки булы желтенькие сливки еще да ну то есть так полезно все то ничего мне писали не страшно мне писали люди у вас гормональный фон по щитовидке очень улучшился он у вас такой правильный вы держите свои норме гормоны вы никогда не поправитесь никогда никого не слушайте никого не слушайте мы разжираемся вы сами виноваты мы едим гамна продукты вот экземпляр экземпляр перед вами экземпляр перед вами это у меня бывает очень редко да я сегодня взвешиваться до утром но я не не взвешивать с утра опорожнение кишечника меня не было ни вчера толком не сегодня ну такое бывает кто-то говорит о отруби а клетчатка я вам расскажу почему опорожнение кишечника не всегда потому что слабая клетчатка идет грушка яблочко сливка цена клетчатка это влага помидор огурец это влага не так клетчатка капусту продоела прямо с утка вот так вилкой тоже что-то не не сработало на меня да тут же надо же еще момент подловить чтобы что-то съесть слабая клетчатка была у меня то есть два дня у меня моторики кишечника нету как таковой нет нет нету к чему я веду стой на весы и пошла носки вешать на балкон оттягиваю время оттягиваю вот это многие кто не взвешивается это не бояться бояться своего веса иди стой на весы быстро что ты с этими носками носки положи вон туда так ладно положила на комод мокрые носки и пошла на весы становлюсь из и сама себе зараза ты танка восемьдесят один килограмм это мне писали у вас гормональный фон нормальный и с весом у вас все будет нормально вы подвижно стоит только открыть рот и вот такая ряха будет вот такая ряха вот у меня у меня круглое лицо у меня широкие скулы значит фильм самое обаятельное привлекательное помните когда татьяна васильева пришла в институт этот проект где работала муравьёва и она там на одного актера да а это кто да это называет по имени вот что-то за ряха нам такая не надо ряха вот такая ряха будет дадим шар земной детям это просто мягко красиво сказано еще потом я буду шкаф я сама крупная мне стоит только набрать вес восемьдесят три там или что-то еще я чувствую мне физически тяжело я сразу а вес добрала три килограмма ну подними три килограмма вот допустим воды три литра налей бутыль воды три литра не пьян даже как чувствуешь три литра о я чувствую думаю что такое что-то не мое уже восемьдесят один немедленно да это вода но оно тяжеловато это вода это не жир давайте не взвешивайте сегодня слепки игрушки яблочко это сезон завтра не взвешивайтесь послезавтра не взвешивайтесь и посмотрите через недельку это специально это психоз боятся стать на весы и затягивают затягивают время я посмотрела восемьдесят один я сама себе иди купи еще ромовую бабку себе нажрися закуси зефиром любимыми вафлями артек таня розы про это б рот закрыла и убери вот эти гамна продукты шо это такое боже люди так это ж у меня один раз это я вам показала да вот халу я купила я вам ее не показывал эту заразу я вам рассказала честно да вес поднимается фрукты кто-то говорит ну фрукты фрукты это прекрасно вот на фруктов фрукты это фруктоза фруктоза это не витамины это сладкая конфета хочется красивая яркая желтенькая сливка зеленая игрушка какое-то красное яблочко хочется правда но тот кто хочет постранять у вас вес в лучшем случае будет стоять вы никогда не похудеете летом если будете обжираться впрок наедать витамин вот именно конкретно витамины фрукты фрукты поэтому кто хочет похудеть удерживайте себя от фруктов это только сладость вы едите фрукты постоянно у вас сладенькое в организме да сахар все равно выделяется инсулин он убирает сахар у вас постоянный голод вы постоянно хотите щи яблочко щи слынку щи игрушку а я ж вообще обожралась еще холлой 200 грамм упорола наверное купила кусочек маленький мне самый маленький оля самый маленький но отрезала ну 200 грамм ну за день это ж сахар дальше я мясо не ела я хотела подобное сладкое грушка слынка яблочко и тут бац на весы а приехали ну давай танечка давай я понимаю я отмотаю два дня у меня будет нормальный вес я покажу всем но я вам рассказываю это факты когда-то рассольник я сварила и вот я сварила сегодня рассольник а мне нравится рассольник только с перловкой огурчик кусочками не на терку тут то есть красиво у меня веса ты будет на два килограмма больше я утром становлюсь на весы и показываю людям опять посмотрите на мой вес плюс два килограмма мне говорят это ж корыто надо рассольника съесть чтобы поправиться на два килограмма да не надо корыто вот эта крупа достаточно это не жир и вот эта крупа допустим да ну не жир в организме образовался это вода это задержка воды рассольник и кисло огурец и крупа на меня мучное страшно действует просто страшно сладости ешь по сладостям кто-то скажет я не знаю а я сладкоежка я вот это по молочному и по сладенькому и конкретно по мучному поэтому как нужно себя еще держать гормональный фон у меня отличный да отличный холестерин отличный так я себя как держу и вот я вам просто рассказываю за себя как нужно себя контролировать вот так себя пинком под зад давайте вот так себя тише хватит уйди отсюда сколько раз я прохожу по ярмарке а там один значит восточный мужчина продает сладости молодой такой противный он так брешет он так зазывает некрасиво так вот да он так дурит это все видно да и вот думаю может купить халвы себе тахиной иди он тебя сейчас как ужухает я уже даже этим себя пугаю поэтому люди вот хотите халвы сделайте домашней таня у тебя сухофруктами такая вкусная халва получается больше двух кусочков ты не съешь у тебя желе кстати я приготовила желе вот вот сделай желе желатин желатин это же какая польза сделай ты не переешь ты седаешь маленькую креманочку вот это рогачки нету до тошноты от сахара потому что кисленькая это я вам рассказала себе мои хорошие поэтому вот так себе делаете больно понятно мы с вами подвижные все да но как же как же нужно сейчас закрывать рты ждали все лето для чего разжирнеть растолстеть вот я а тут еще сладенького захотелось это же надо подошла к такому злачному месту кондитерский ларечек такой ролетик надо ж такое ну ничего ничего у меня это быстро исправится я просто рассказала как может быть духовка включена на 200 градусов а там по ходу посмотрю приготовила синенькие у меня пергаментный листочек и потом форму легче мыть правда у кого-то фольга ну понятное дело синьки помыты модная болезнь нас научила мыть руки и не только руки да проколола синенький кто-то вилочка я ножиком бац 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 вот ножиком поколола растительное масло смазано все и в чем фишка вот в чем фишка люди это в корешках оставляем корешки да вот плодоножечка вот корешок смотрите видите вот корешок должен остаться в этом фишка не срезаем и что еще баклажаны должны запекаться до плотности они не должны быть очень очень мягкие чтобы разлазились нет они должны быть плотные в этом тоже фишка ну все духовочка практически уже разогрета отправляя синенькие в духовочку достала синенькие нужно перевернуть на обратную сторону вот мягенький смотрите пальчиком они горячие понятное дело да вот мягкий да но не очень мягкий да все переворачиваю на обратную сторону смотрите тут так ну можно вот так вот сюда попробую горячка такая да но еще на такое же время на какое время точно не могу вам сказать 10-15 минут все зависит от того какие по объему ваши синенькие у меня очень толстенькие плотненькие а может они вас длинненькие худенькие будут ну тут уже нужно смотреть по объему продукта отправляю духовочку дальше дальше запекаться готовы синенькие они сейчас должны как бы пропариться я достала сковородку сейчас переверну и накрою синенькие вот этой сковородкой пусть немножко остынут и пропарится ну что продолжаем дальше баклажаны готовы вот это вот так всем видно да самое главное досточка чтобы было видно так беру баклажанчик смотрим берем ножик от краюшка до надрезы делаем чтобы снять кожицу вот эту на баклажанчик и вот мы снимаем кожицу это очень легко и очень просто все делается так вот снимаем подрезики делаем здесь самое главное чтобы ножичка осталось плотники баклажан то что нам нужно подрезики сделаем и связаем так 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 сделали что дальше яйцо для одного баклажана нужно одно яйцо я положила вот широкую мисочку положила соли и перчик много не нужно давать каких-то специй чтобы не забивать вкус самого баклажана правда люди вот эти разные майонезы разные травки нам нужен натур продукт все соль натрий обязательно натрий обязательно натрий нас покидает сейчас жарко потом покидает натрий поэтому это не очень хорошо пересол плохо но не досол вообще когда человек без соли это это еще хуже так что дальше нужно положить баклажан яйцо в эту миску так положила так понятно легко легко да теперь вот так делаем милочкой ля 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 прижимаем аккуратненько да вот так делаем плоский баклажанчик плоский вот плоский вдоль по волокнам до плоский баклажанчик такой веер о точно веер на вот кусочек остался мне этой кожицы так плотный красивый баклажанчик так хорошо сковородка у меня разогрета вот я беру мисочку подбегаю камеру да давайте смотреть давайте смотреть вот так удобно видно да все разогрела сковородку и теперь выкладываю баклажан я вылила все яйцо не страшно нормально нормально поднимаем яйцо сюда на старт не страшно это хорошо можно было не выливать зажаривать баклажан не нужно жарить как говорят жарить вредно вредно это до черноты жарить а мы схватили только баклажан почему потому что он у нас приготовлен он же уже полностью запеченный яйцо схватится и достаточно этого так это убираем мисочку до ожидаем ожидаем вот вот пожалуйста ждем ждем эту красоту такой полезный сезонный овощ баклажан яйцо эмбрион зародыш тела боже это наша еда мы попробуем сейчас попробуем я тоже я думаю души будет смачно девчата очень вкусно буквально прошла минута буквально минута ну что переворачиваю на обратную сторону смотрим берем за хвостик вот чем чем фишечка за хвостик берем и переворачиваем помогаем себе лопаточкой допустим немножко да о красота просто опухало даже не верь подвигаю камеру ближе смотрите вот так видно 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 сейчас вам покажу ближе классно мне нравится люди интересно вот попробуем еще так смотрим буквально минутка главное чтобы яйцо схватилось а смотрите поднимаю вот этот красивый веер вот пожалуйста хвостик теперь продолжаем дальше то же самое маслица улики так у меня яйцо яйцо у меня не очень желтый почему потому желтая просто положила перец а так как перец есть изменился цвет за точек очень желтый был так соль перец делаем веер повторяю вилочкой вот видите вот не развалился в духовке баклажан сильно не нужно перепекать до большой мягкости мы еще его немножко прижмем сделаем плоскими и плюс сковородка еще до двух сторон вот так делаем да вот так вот так держим за хвостик все будет нормально как у всех получится и вот так на сковородочку яичку не буду пропадать у нас лопаточку берем нормально яичку зиму правда сейчас хватится второй веер показываю поближе смотрите красиво правда ух ты как интересно вот за хвостик поднимаю да смотрите вот один готовенький а вот другой все все переношу на тарелочку сейчас макота это стынет и попробуем ну соус само собой нужно правда у меня йогурт турецкий зелень любая чеснок само собой к баклажанам до маленькая терочка 6 секунд будет очень вкусный соус картина маслом вы только посмотрите а какая красота какая вкуснотища люди посмотрите какой баклажан щек в каком исполнении красивом правда ой какая прелесть к баклажану вкусно помидор розовый у меня отлично соус я приготовила еще ох вкуснотища что хочу заметить мои хорошие во первых очень мало масла использовано очень мало баклажан запекается в духовке на сковородке только схватывается яйцо яйцо схватиться и на сухой сковородке смазали смазали сковородочку кисточкой и достаточно масло совершенно не нужно это не жареный баклажан люди как это здорово как это вкусно но сейчас разрежем давайте посмотрим внутренность конечно я уже попробовала я же должна вам рассказать очень нежно я советую всем очень вкусно очень интересно вы посмотрите соусом любой соус какой вам нравится пробуем это просто шедеврально советую готовьте все кто со мной всем приятного аппетита это просто шедеврально